Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Профсоюзному актыбу Гомельской области сегодня представили нового керавника областного объединения профсоюзау. Гомельские студенты приняли уделу сустречи поколению вучоных, якая прайшла у Национальной академии наук Беларуси. Гатонность техники до весновых полевых работ зараз складая больше, как 80%. И больше подробязна об этом и не только. Профсоюзному актыбу Гомельской области сегодня представлены новый керавник областного объединения профсоюзау. Самую массовую громадскую организацию региона означали у Алексея Неверау, який до гэтого працевал керавником администрации Новобелецкого района Гомеля. На гэтую пасаду Алексея Неверау был назначен 31-го студеня. Подчас сходу областного профсоюзного актыбу ему уручено отповедное посвечення. По словах нового керавника областной организации, яко галовная задача на новой пасаде – оборона права у працуючих. Сегодня перед профсоюзными организациями Беларуси стоят непростые задачи. Об этом каже керавник Республиканской Федерации Михаил Орда. Необходно завершить початую минулым годом работу по оптимизации организационной структуры, что повинно привести до скорочения колькости галиновых комитетов. Большу ваги селета плануется надать работе с коллективными пагадненнями, галовным документам, які закликаны оборонять правы працуючих. При гэтым необходно трымать на контроле пытание повышения профессийной квалификации работников, что опрача інших, это поможет им большу пыльнино отшувать себе на рынку працы. И должен наниматель проникнуться в этом, что это деньги он вкладывает в том, чтобы сегодня и поднимать свое производство, делать все более устойчивым. Если человек будет быстрее работать, более качественно на этом станке, значит он будет более конкурентоспособную продукцию, качественно производить, значит она будет более продаваться, значит добавленные будут больше, значит предприятие будет сильнее, всем здесь хорошо. Но мы понимаем, даже если будет какое-то сокращение на предприятии, а этот человек высококвалифицированно подготовленный, обученный, он всегда будет востребован. Работа с ходу профсоюзных активов в Гомельской области завершается символичным актом переемности. Новые попередники-керовники областной организации обмениваются мощным рукопотисканием. Леонид Барабанов узначали его областное объединение больше, как 10 годов. Под его керовництвом организации не просто досягнуло значных поспехов, а ли стало с оправдой аутаритетной. Итог работы по каждому направлению, вы лучше меня знаете, но важное, наверное, то, что профсоюзы в области узнаваемые, и возьму на себя смело сказать, почитаемые. Это результат вашего труда, уважаемые коллеги. Это результат той работы и той ответственности, которая у каждого из вас присутствует. Олег Синцеров, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадио компания «Гомель». У протяг визита у Гомель старшиня Федерации профсоюза у Беларуси Михаил Орда наведал у Луковскую допоможную школу-интернат. Гэта его другая поликосустреча с коллективом школы. Зараз там выховываются 120 социальных и биологичных сирот, які мают особливости психофизичного развития. Михаил Орда подкреслил, что профсоюз поддерживает идею у Сибаковой допомоги социальным установам. Особливо тем, где путелку в житё отрымливают дети, яким посчастило крыху меньше за остатних. В Аулуковской школе-интернате Михаил Орда наведал в учебные кабинеты, творческие майстерни и бытовые помешканни. Ё назначу высокий профессионализм педагогов и выхователев, які працуют с детьми. А так само потекавился поспехами их выхованцов. Стараюсь, где я бываю в регионах, если вот есть такие у нас учреждения, в таких учреждениях бывать, потому что дети – это в жизни главное. Целая программа есть, и она все республиканская, все общая, практически там, где есть вот такие учреждения. Везде есть рука помощи профсоюзов. Мы не можем проходить мимо таких вопросов, потому что это часть нашего общества, часть нашей жизни и часть наших забот и наших поседневных вопросов. Мясовые улады допомогут жихарам региона знайсти отказы на хвалюючие пытанни. У суботу протягнуть работу, промыя телефонные линии. 11 лютого «Звороты грамадян» выслухает старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Нумер телефона – 75 12 37. Гомельчане смогут задать пытанни старшиней городского совета депутатов Ивана Афанасьевичу Бородзинчаку. Звонки он будет принимать по номеру 75 19 84. Час работы промыхлений с 9 ранницы и до полдня. Национальная академия наук и Республиканское громадское объединение «Белая Русь» у першиню провели суместную акцию сустреча поколению в ученых. Гомельскую область на ее представили студенты старших курсов, которые занимаются науковой работой. Что увидели участники акции, какие перспективы существуют у молодых ученых, ведая Олег Синцерову. Минск – дом Национальной академии наук. Его стены ведут шматы таких ученых, как существенно ведомых, так и начинающих. Но события, которая произошла тут в эти дни, аналогов нет. С Национальной академии наук Республиканское громадское объединение «Белая Русь» тесно сотрудничает уже около 3 года. За этот час проведено шмак суместных мероприемств, але такого великого еще не было. У Минск запросили 430 студентов, які мають схильность до науковой деянности. В Гомельскую область на сустрече поколению в ученых представили студенты усіх высшейших научайных установ регионам. Одна з головных задач мероприемства – ознайомить молодых людей с досягненнями беларуской науки и таким чином допомогаем у выбора житевого шляху. Нам потребны прогрессивные проекты и амбициозные идеи. Гаэтае словы потенциальные ученые от Керавництва Национальной Академии Навук пачують не одноразово. И хоть истории ведомые выпадки, коли молодые ученые робили открытие сусветного узровню и в 20-ти годовом узрости, от сучасных студентов такого не чекают. Головно, как было ожидание займаться нечем новым. Студентка Беларусского державного университета транспорта Катерина Федченко по своей дипломной работе объединяла две сферы – чагунку и туризм. У вынику тримался готель на колах. Туристы, которые будут приезжать к нам из других стран, у них будет возможность, не снимая жилье отдельно, не переплачивая в ресторанах кафе за питание, проживать, питаться, перемещаться. В особные моменты сусреча поколений, нечем нагадывая лекцию в повышающей научной установе. Только за трибуны не звычайные выкладчики, а выключены академики, члены-корреспонденты Академии наук. Размова об шляхах у науку и о почных распроцовках белорусских ученых. Тут же огучивается новый проект, реализацию которого начинает Национальная академия. Ученые под ключ. Теперь працевать с перспективными для науки молодыми людьми почнешь со школы. Мы имеем сейчас очень тесные связи со многими школами. Гимназиями, лицеями. И там пытаемся находить ученых, ориентировать, чтобы они поступали в вузы по соответствующему профилю и потом приходили в науку. Но здесь тоже мы представим этот проект, что Академия наук может принять в магистратуру, в аспирантуру, определить научное руководство, лабораторию, помочь провести эксперименты, опыты, помочь подготовить научную работу по защите, сопровождению и последующие трудоустройства. То есть ученые под ключ. Сирот сучастных приоритетов в Национальной Академии наук доследования уголена космосу, медицины, машинобудования и аграрного сектора, распроцовки в сфере IT, нано, биотехнологии и генной инженерии. После встречи с заведующими науковцами краины студентам представляет самогчимость ознайомиться с деятельностью установ Национальной Академии еще и непосредственно на месте. Причем у Белой Руси проведением только одной акции обещают не обмежевываться. Работа с потенциальными молодыми учеными обоязково будет иметь протяг. Мы в областях проведем аналогичные мероприятия, тоже с участием академической науки, но уже для более широкого круга студенчества, которое думает, либо уже решила, либо уже посвятила себя работе с наукой. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель» с Минска. Господарки Гомельской области протягивают подрыхтоку до нового сельско-господарчика года. По информации области Легасхарчу, готовность техники зараз складая больше, как 80%. У господарках региона я ее ремонт начали еще на приканцы минулого года. Многое зарабили уластными силами, и только складанная энергонасыщенная техника была передадзена специализованным предприемствам. До речи, зараза малюсии ремонтные работы завершены. Прошение Гомельского облаканкама, технику, призначенную до весновых работ, необходимо подрыхтовать до первого саковика. До речи, в особных господарках задача практически выканана. До 5 марта мы планируем провести в каждой сельхозорганизации линейку готовности, взаимопроверки, будет задействована служба гостехнадзора, инженерная служба области, все основные регулировки. До 15 марта это 100% готовность к поливым работам, я думаю, что где-то уже начнем и выполнять полевые работы. Каля полутора тысяч психологов и социальных педагогов працуют в установах адукации Гомельской области. Гэтую колькость для региона специалисты лечать достатковой. А вось до якости работы знаутся у тонкости у человеческой души пытань не есть. Як зарабить работу психологов больше практично арендованной? Специалисты широкого ведомства сегодня у Гомеля шукали отказ на гэтое пытання. За круглым столом, где у имя Франциска Скарины, специалисты из усёй в области, представники дяж органов, правоохоуники, педагоги, журналисты, психологи. Размова про то, як повысить эффективность психологичной работы. Во установах адукации Гомельшины працуя каля полутора тысяч психологов, аля реального вынеку их деяностей часто не бачна. Если по количеству нас составу, то, конечно, нам достаточно. Но вот качество нас сегодня волнует и беспокоит. Служба психологическая должна быть востребована. Должны ощущать такую помощь родители, педагоги, учащиеся. Самые острые проблемы, які хвалюют службы, что займаются неполнолетними, подлетковые смяродности и злочинность. А сутность агольной мовы с одногодками и батьками привозят школьников до интернет-залежности, пошуку дрянной кампании, захопление деструктивными молодежными рухами. Далей может истин криминал, ци суицид. Когда мы разбираем причины самоубийств детей, когда анализируем причины становления детей на преступный путь, мы видим, что если бы своевременно была оказана психологическая помощь, то такого могло бы не произойти. Подтримать подлетка и не довести ситуацию докрытышные повинны школьные психологи. Гэта у теории. На практице профессийная работа с науцей тонкостью человеческой души не редко обмяжовывается только заполнением папер. У свою шаргу психологи кажуть, яны б и рады иметь больше практики, але часто загружены додатковые работы, якая не мая дочинения до профессийной деянности. А студентам-психологам при научании приходится обмяжовываться только теории. Реально працующей системы практичного научания не ма. Як выход в ситуации створить такую систему, дать махчимы студентам працавать с реальными людьми и паза стенами ВНУ. Далей можно разглядеть так само замежный вопыт и вывести психолога во установах адукации с подначаления директоров и завуча устворить особную профессийную службу. Их это только частка необходных системных смен. Настасия Кучинская, Александр Харлампау, телерадио компания «Гомель». Сегодня в 27-й школе города Гомеля, якая уже некольких годов носит гоноровое звание «Школа миру», прошел урок мужности «Афганистан. Наша память и боль». И он присвеченный на доходящей 28-й годовине выводу советских войск из Афганистана. На сустречу со школьниками запросили 13 удельников военных дейнив. По их словах, узгадывать падеи 30-ти годовой давнины немагчима без смутку. Многие боевые товарищи засталися на поле боя. На войне загинули больше, как 700 беларусов. У Тымлику 121 уродженец Гомельщины. Представники шматликих громадских организаций поделяют боль с теми, хто стратил на этой войне своих близких, а так само поддерживают ветеранов Афганистана. А сустреча с молоддю, это первое за все макчимость захавания исторической памяти. Если мы не будем помнить эту память, то кроме нас никто ее помнить не будет. То же самое и для детей. Если мы не донесем эту память детям, то дети знать не будут ничего. Значимость этого мероприятия, чтобы услышал и увидел все, что было. Поколение, прежде всего, молодое, должны делать все возможное, исходя из их компетенции, чтобы именно в нашей республике, прежде всего, было согласие, взаимопонимание, что мы друг друга любили, уезжали, что мы работали, трудились и учились. Кабушиновать память героев, у дельники урокоможности собрались каля мемориалу воинам-интернационалистам. Тут отбылись хвилина мовчанья и ускладанья вянков и кветок до мемориалу. Мазыр, Рогачоу, Светлогорск, география интеллектуальной гульни «Эрудит-пятерка» давно вышла за рамки Гомеля. Уже восьмый телевизийный сезон команды кемлевых в Учне успоборничают под наглядом наших видеокамер. «Эрудит-пятерка» интеллектуальная разминка для тех, кто хочет проверить свои веды по самых разных накерунках. Завтра работать это будут сборные команды разведки и «Чачерска». В принципе, вот этот региональный сезон показал, что вот нечего зацикливаться на двух-трех самых сильных клубах, которые между собой выясняют отношения. А стоит идти в народ. И народ отзывается, и народ пришел, и в самом деле нас смотрят и в районах, и в деревнях, и в городках, и в районных центрах, и так далее, и так далее. Нас смотрят, то есть дети уже приходят знакомые с правилами, им ничего не объяснять, им нравится. А еще, когда они увидели всю эту кухню, бесплатная, что называется, экскурсия в телевизор. Глядите «Рудит-пятерку» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Завтра у 13.35. Выглядели информационный выпуск телерадоэкомпании «Гомель». У студии для вас працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам у далаха вечера. До новых сустречу эфиры.